Добрый день! Наша сегодняшняя передача посвящена Марсу, которую сейчас у всех, если не на виду, то на слуху. Для этого мы пригласили в студию Игоря Георгиевича Митрофанова. И мне хотелось бы попросить, Игоря Георгиевича, очень кратко, может быть, рассказать, в чем сейчас стоит задача исследования Марса, и как мы к ней пришли. Я думаю, что есть, можно говорить о трех этапах изучения Марса уже в рамках современной науки. Первый этап начался с оптических наблюдений, с Кеопорелли в 1877 году, когда в то время в больших телескопах стали видеть каналы, изменения каналов, и научная общественность и публика практически были уверены, что на Марсе существует не просто жизнь, а разумная жизнь, технологически развитая жизнь. И на самом деле, в некотором смысле, космическая эра была подстегнута. Вот этой верой. Вот этой верой, да. Я хочу сказать, что первый запуск к Марсу пытался сделать Королев в 1960 году до Гагарина, чтобы доставить туда два аппарата. Как бы застолбить. С близкого расстояния, по крайней мере, сделать фотографии и понять, вот где находится элита, где находятся, так сказать, возможные наши потенциальные соперники из романа «Война миров» и так далее. И после этого началась вот такая героическая эра космонавтики по изучению Марса, когда много наших аппаратов, много американских аппаратов стремились к Марсу, чтобы вот понять природную среду Марса и, главное, какая там есть жизнь. И это закончилось в середине 70-х годов в общем-то разочарованием. То есть вот такой активной природной среды и тем более чего-то разумного на Марсе не обнаружили. Сейчас начался второй. Сейчас начался спокойный, планомерный второй этап космонавтики, где мы уже не ставим перед собой сразу такую сенсационную цель. Да. А именно изучаем природную среду этой планеты, пытаемся понять, какой она была в прошлом, какая она в настоящем, пытаемся понять, насколько это знание полезно для нашего знания, нашего существования землян на нашей планете Земля. Сик-Итур, ад-Астра. Так идут к звездам. Хорошо. Но какие же тогда сейчас задачи мы ставим? Если вот эта задача нахождения жизни даже перед современными аппаратами, которые только туда сели, она не ставится. Говорят, что мы ищем воду, а не жизнь. Вот вы знаете, Сергей Петрович, я очень люблю комментировать вот этот вопрос. Я считаю очень удачным слайдом, который используют наши партнеры, наши коллеги из НАСА, когда они обсуждают современные цели изучения Марса. Безусловно, самая интересная цель – это понять, есть ли там примитивная жизнь или признаки ее существования в прошлом, палеожизни. Я подчеркиваю слово «примитивная». То есть никто не рассчитывает, что там есть действительно какая-то сильно развитая биосфера. Но дело в том, что жизнь в примитивных формах занимала миллиарды лет на Земле, пока она превратилась в многоклеточную жизнь, и пока многоклеточные не превратились в животных, в растениях и в человека. Она очень неравномерно развивается. И мы на самом последнем минуте этого процесса. Абсолютно, да. И загадка заключается в том, что по нашим представлениям, это вот кроме жизни, это вот следующая линия, следующая защита – это климат. Атмосфера. Атмосфера, природная среда. По нашим современным представлениям очень молодая Земля и очень молодой Марс были очень похожи друг на друга. И пошли по разному пути. И вот эти самые примитивные формы жизни на Земле уже тогда сформировались. Возникает вопрос, если Марс был так похож на Землю, то либо они там тоже должны были сформироваться, и тогда мы понимаем ответ на этот вопрос, либо их там нет, и тогда у нас стоит другая проблема. Мы должны понять, что же такое было разное в этих двух планетах. Третья очень важная линия – это понять геологию, понять происхождение Марса и понять, что происходило на Марсе в прошлом и происходит сейчас. И, наконец, вы видите, это стоит на последнем месте, это далекая перспектива, но, тем не менее, это тоже вопрос, который надо обсуждать, это подготовка к будущей, в далеком будущем экспедиции людей. Вот я хочу сказать, что... Не столько колонизация, сколько, опять-таки, исследование, может быть, более подробное. Давайте начнем с этого. Для начала это абсолютно определенно исследовательская, экспериментальная миссия. Тем более, что мне кажется, что на Земле нам вполне хватает и ресурсов, и места. Нам нужно только разумнее их использовать. С общей точки зрения. Конечно. Единственная природная проблема, которая, в принципе, стоит перед нами на Земле, заключается в том, что достоверно установлено, что время от времени Земля переживает очень катастрофические эпизоды. В Марсе то же самое. И в том случае... Если кто больше. Безусловно. Там нет атмосферы, которая бы этому мешала. Но в том случае, когда мы себе представим очень далекое будущее, если человечество в соответствии с пожеланием Циолковского будет когда-то существовать одновременно на двух планетах, то это гарантирует бессмертие, потому что одновременно и там, и там катастрофа не произойдет. СИК ИТУР АТ АСТРА Так идут к звездам Это общие проблемы. Теперь давайте смотреть с теми средствами, которые это достигается. Средства, основные средства, это автоматические летательные аппараты. Это те аппараты, которые специально предназначены для решения конкретных задач. И самое главное, что я буду говорить фактически о программе научного сообщества в разных странах. Да, вот это очень важный момент, потому что многие смотрят на исследование Марса как область соревнований. По-моему, там гораздо важнее сотрудничество, которое там есть. И именно это сотрудничество... Во-первых, дорогая задача, и потом просто ни одна страна не может однажды одолеться, по-весьму. Безусловно. По интеллектуальным, техническим и многим другим причинам. Безусловно. И я хочу сказать, что поскольку каждый следующий проект, каждый следующий шаг, это не только достижение какой-то цели, но это подготовка и следующего проекта. Совершенно верно. И в этом смысле эти аппараты, которые сейчас разрабатываются, которые вот сейчас несколько недель тому назад прибыли к Марсу, это вот с одной стороны технологические испытания, с другой стороны решение конкретных задач. По сути дела, сейчас проходят два исследования. Первое исследование это орбитальные изучения Марса, посвященные, по сути дела, его картографированию в разных спектральных каналах, разными частицами. Разным разрешением. Да. Скажем, вот нейтроны, гамма-лучи на одном конце электромагнитного спектра. Радиорадар должен заработать на Марс-экспрессе в марте-апреле. Это другой, другая часть электромагнитного спектра. Оптика, инфраред. Вот эта вся группировка аппаратов по сути дела строит глобальную карту Марса. Spirit и Opportunity, которые вот туда прибыли в начале текущего года, это новое продвижение, новое качество, это мобильность на поверхности. Да. Можно изучать... Они могут долго жить там еще, по-видимому, эти аппараты. Полгода, не меньше. К сожалению, пока не так долго. Техническая оценка продолжительности это 90 дней. Да. Это 3 месяца. Да. Но, тем не менее, это уже существенный шаг. Нет, конечно. Потому что можно подъехать, можно... Подзарядиться. Можно подзарядиться, можно манипулятором подвести прибор к специальному камушку, можно абразивным инструментом снять с него эрозию поверхности и заглянуть внутрь. Вот я считаю, что в этом направлении будет развиваться исследование Марса вот в этом десятилетии. Развитие и завершение глобального картографирования и разработка мобильных, высокоэффективных, многоканальных исследований на поверхности. Я хорошо помню, как тогда рассказывалось и при участии Шкловского о первых экспедициях Саган, где им казалось, что только достаточно там сесть и довольно простыми средствами можно сразу там простой химии, можно сразу установить на речи о жизни. Да, Сергей Петрович. И это такое, достаточно, можно сказать, смелый, но фокус не удался. Да, Сергей Петрович, это вот как раз завершение вот этой героической первой эпохи 15-летней. Я хорошо помню, как это обсуждалось. И были трезвые люди, которые говорили, что так просто такие вещи не делаются. Но теоретики, которые возбуждали, по-моему, экспериментаторов, они обладали таким, может быть, даже очень нужным оптимизмом. Без этого нельзя тоже. И вот этот аппарат «Викинг», который, я считаю, совершенно замечательных два аппарата, которые в сентябре 75-го года вот предприняли такой прямой, такой стрейтфорвард наскок на Марс, и результат был отрицательный. И ничего страшного в этом нет. Потому что это неизбежные такие вещи. Просто, просто изменилась точка зрения как бы идеологов науки. Мы стали серьезнее, мы стали взрослее. И Самоучшковский буквально через год после этого написал, что, значит, там нет биосферы. Значит, если там есть жизнь, то она еле теплится. Как мы сейчас говорим, это какие-то оазисы. И вот эти оазисы нужно отыскивать и убеждаться в том, что там это есть, либо проверять, что там этого нет. И очень, конечно, серьезный фактор, то, что там нет атмосферы, так как мы и знаем ее на Земле. Я не говорю о венерианской атмосфере, которая абсолютно неудобна для жизни, но земная атмосфера как раз оптимальна. Безусловно, земная атмосфера как раз вот та наиболее благоприятная атмосфера, в которой нам так прекрасно жить. Но все-таки на Марсе есть, я бы сказал, маленькая атмосферка. От какой высоты? 30 километров. Это 30 километров. И я хочу сказать, ее достаточно для одной неприятности и другой приятной вещи. Ее достаточно для неприятности, если происходит посадка по неблагоприятной траектории, то аппарат сгорает. Это все-таки не Луна, где вы можете по орбите подлететь почти до десятков километров. Где-то 180-190 километров марсианской атмосферы, и уже аппараты начинают перегреваться. В этом, кстати, одна из трудностей посадки на Марс. Все-таки в этой атмосфере есть вот это вот... Кинетический нагрев. Да. С другой стороны, она недостаточно плотна, и поэтому вот воспользоваться парашютом в полную, так сказать, силу... Сила невозможна. Да, трудно. Им пользуются, но при этом все-таки скорость велика. Но с другой стороны, Сергей Петрович, эта атмосфера достаточно, чтобы обсуждать там аэростаты. Да, я знаю. Чтобы обсуждать... Ну, как мы летаем на высоте 30 километров. Да, да, да. Чтобы обсуждать планеры, самолеты. Поэтому, в общем-то, атмосфера в некотором, так сказать, таком предельном случае по отношению к земной там существует. Хорошо. И она могла бы также, в принципе, поддерживать жизнь. А какой ее состав сейчас? В основном, это... Азот? Просто доминирует, доминирует СО2. СО2. 95% СО2. То есть так же, как на Венере? Так же, как на Венере. И так же, как было бы на Земле, если бы не было жизни. Сик-Итур от Астра. Так идут к звездам. Что мы можем сейчас там сделать с этим новым поколением аппаратов, которые подвижны, многоканальны, имеют больше информационные возможности? Представим себе, что это десятилетие победно завершилось. Представим себе, что никакие случайные аварии не отбросили нас назад. К сожалению, эта деятельность очень рискованная. И, к сожалению, неудача проекта означает, по сути дела, возврат лет на 5-7. Поэтому, конечно, вот это планирование, о котором мы сейчас говорим, это планирование... Весьма условное. Условное и оптимистическое. Однако, предположим, что мы вступаем в следующее десятилетие с решенными задачами которые были в этом десятилетии. Я думаю, что в следующем десятилетии будет, скорее всего, задача программы, нацеленная на возврат грунта. Вот если мы там действительно обнаружим в каком-то оазисе, в какой-то геотермальной зоне действительно признаки активной, современной, примитивной жизни, то может стать очень серьезный вопрос, а стоит ли ее сразу вести? Да, может, может исследовать ее так. Возможно, в этом случае специальные аналитические лаборатории будут с высокой точностью приземляться в этом месте и выяснять, что это такое, как это устроено, прежде чем вести. Но если таких признаков вот такой, как бы, локальной активности не будет обнаружено, или, скажем, вот в рамках российской программы существует, например, план доставки на Землю не грунта Марса, а грунта его спутника Фобоса. Но это не так интересно, я думаю. Ну, смотря с какой стороны, со стороны жизни это не очень интересно. Ну, конечно. Но со стороны вот того вопроса, который вы сказали, вот как эти планеты земной группы образовались. Да. Вот мы знаем грунт на Земле, мы знаем грунт на Луне, мы, возможно, узнаем грунт на Марсе, и если мы будем знать грунт на Фобосе, уже возникает вполне интересное сопоставление. И в этом случае мы практически гарантированы, что мы не занесем никаких, так сказать, никакие формы жизни, но при этом мы отрабатываем полет туда, обратно, забор и так далее. Ну, теперь конкретно, что сейчас там можно делать? Значит, сейчас... Первыми приходят оттуда снимки поверхности. Что они дают? Вот эти снимки показывают действительно, насколько природная среда Марса активная, насколько она переменчивая. И, скажем, вот можно, например, привести таких два самых, ну, я бы считал таких разительных примера. Вот на Марсе наблюдаются каньоны. Эти каньоны... То есть то, что могло быть только промыто водой. То, что могло быть промыто вначале... Никаких ветер их не сделали. Нет, нет, нет. Это определенно не ветер. Иногда там наблюдаются... Такие дюны, по-видимому, это ветер. Это, вероятно, ветер. А вот то, что здесь видно на склонах кратеров, это определенно какие-то потоки, которые текли, текли значительное время. При этом нам известно, что вода... Геологическое время. Геологическое время. При этом нам известно, что жидкая вода на поверхности современного Марса существовать не может. Да, вот именно в силу этих условий, о которых мы говорили. В силу того, что она там немедленно испаряется и может присутствовать вода в форме водяного льда только на полярных шапках. Это наблюдается на умеренных широтах, где, вообще говоря, раньше считалось, что Марс должен быть сухой, холодный, безжизненный. Ведь безжизненный в смысле отсутствия активности природной среды. Мы видим такие потоки, причем накопленные за счет вот этих орбитальных измерений данные уже позволяют замечать изменения этой структуры. А, так что это живая планета в этом плане. То есть это вот два года тому назад и год тому назад встречаются картинки и видно, что дюны немножко сместились и вот эти возможные признаки протекания каких-то потоков на склонах, они тоже изменились. Второе, что очень важно, это вот слои, которые повсеместно наблюдаются на Марсе, слоистый Марс не только в области полярных шапок. Вот, например, вот в этом кратере Гусева, куда приземлился Спирит, там вот эти вот осадки донные, просто видны. Они уже видны. И туда втекала в прошлом большая река 700 километров длиной, Маадим. То есть там есть что исследовать? Которая туда периодически приносила воду с минералами, вода испарялась или сублимировала, минералы оставались, а для геохимиков, по сути дела, минералы являются тем веществом... Конечно, это индикаторы тех процессов, которые там происходят. Да, с датировкой, потому что это свои. Вот это сейчас, пожалуй, самые такие интригующие задачи той программы, которая проводится. Вот благодаря тем измерениям, которые были произведены нашим прибором, созданным в нашем институте, совместно с другими двумя приборами... Орбитальным прибором. На спутнике Одиссей, который сейчас летает. Эти приборы, основанные на методах ядерной физики, позволили нам заглянуть на 1-2 метра вглубь Марса. И вот на этой картинке, которая здесь представлена... А на какой высоте вы летаете? 400 километров. А там уже никакой атмосферы нет. Мы летаем выше атмосферы. Атмосфера тонкая. Земная атмосфера не пропустила бы гамма-фотоны и нейтроны с поверхности Земли. И благодаря этому она из космоса не пропускает, и слава богу. А у Марса очень тонкая идея. Все прозрачно. Для космических лучей все прозрачно, для выходящего... Это как в воде. Какая же будет? Несколько миллиметров воды, наверное. Значит, эта толщина марсианской атмосферы это 20-25 граммов на квадратный сантиметр. А, 25 граммов воды. А земной это 1000 граммов на квадратный сантиметр. Да, 40 раз больше. Вот это разница. Но благодаря этому, вследствие этого, мы видим ядерное излучение с поверхности Марса, возбужденное космическими лучами. Понятно. Нейтроны и гамма-фотоны спокойно оттуда приходят. Чувствуют водород. И они имеют разный поток и разный спектр. В зависимости от того, есть в приповерхностном слое водород. А водород это H2O, это вода. В первую очередь. И те данные, которые мы сейчас получили, вот мы начали это картографирование в феврале 2001 года, сейчас прошел марсианский год как раз, мы видим огромные районы вечной мерзвоты вокруг полярной шапки на севере и на юге. Грунт с богатым содержанием воды. Промерзший. 30-50% воды. Это даже не просто промерзший, это просто свои льда. Простираются где-то до 60 градусов широты и на севере и на юге. Понятно. И мы, первое, мы не понимаем, каким образом они произошли. Вот это тот вопрос, который сейчас просто перед нами стоит. Откуда берется эта вода? Раз она всегда может улетучиться. Но она находится в грунте. Я понимаю. Грунт ее немножко прикрывает, но она составляет основную долю этого грунта. Когда заработает радар, вот на этом аппарате, который туда недавно прилетел, Mars Express, этот радар позволит определить глубину ледяного слоя и понять, это только самая верхняя поверхность Марса, один-два метра, и тогда, в общем, это относительно немного воды. Не так интересно, да. Или это десятки, сотни, может быть, километров вглубь, и тогда просто можно говорить о том, что есть какие-то там явления типа замерзших океанов. В середине следующего десятилетия мы уже получив ту информацию, к которой мы стремимся, получив те данные, которые мы рассчитываем получить, мы сможем, по сути дела, сформулировать перспективы на ближайшие 10-20 лет. И я думаю, что, скорее всего, эта перспектива, опять-таки, будет основана на научных миссиях, на технологических миссиях, на роботах. При этом эти роботы будут становиться все более и более совершенными. И очень важно, также вот комментируя наше такое медленное продвижение... Но верное. Но верное. Но хотелось бы побыстрее. Всегда хочется. Эти роботы должны становиться все более и более живучими. Вот хорошие... Разнообразными по своим миссиям. Разнообразными по своим миссиям и максимально выживающими при наличии разных условий, неожиданностей. Вот, скажем, мы очень довольны, что вот этот эпизод со Спиритом, когда фактически аппарат был на грани того, что он был потерян, все-таки удалось его преодолеть. То есть он живуч. Он живуч. Он уже начал передавать картинки снова. И это означает, что фактически спасен вот тот период разработки этого аппарата, который был затрачен за эти пятки. Я думаю, что сейчас благоприятная фаза в исследованиях. Надо обратить внимание на два факта. Первое, что мы видим здесь, международное сотрудничество. Мне кажется, что сейчас это развивается в правильном направлении, с моей точки зрения. С одной стороны, есть сотрудничество в том плане, что специалисты разных центров, разных агентств, разных стран... Разных традиций интеллектуальных. Разных, очень важных, важных интеллектуальных традиций. Потому что это дает огромный запас живучести, когда сразу... Да, и критики, конструктивные критики и новых идей, которых, может быть, не у всех они сразу приходят на ум. Да, и это очень важно. С другой стороны, все-таки есть конкуренция. Соревновательность. И эта конкуренция заключается в том, что вот, например, вот на этом аппарате, вот на котором мы летим, а я это просто вот знаю по себе, полезная нагрузка, это всего 40 килограмм. Ясно, что большое количество научных групп подготавливает... Все хотят туда. Все хотят туда. И тут наступает... Но та конкуренция, которая должна быть в научном сообществе. В лучшем смысле этого слова. Безусловно, вот по нашему опыту, те приборы, которые мы делаем, мы делаем именно потому, что огромные коллективы людей до этого создавали эту технологию, это знание, эти умения. И можно сказать, попробовать сказать такую фразу, что для того, чтобы летать на Марс успешно, туда надо летать часто. Сегодня вы увидели, как мы пытаемся ответить на вопрос, есть ли жизнь на Марсе или нет. Я очень благодарен Игорю Георгиевичу за этот заинтересованный рассказ. Но, как вы видите, вопрос остается открытым. И поэтому у нас есть надежда на продолжение этой серии передач. Когда наконец откроет жизнь на Марсе, вы снова придете в нашу студию. Так что до новых встреч в наших экранах.